Добро пожаловать на канал How to Spain! А знаете ли вы, что в Валенсии был еврейский квартал? Многие местные жители, которые живут здесь уже по 20-30 лет, не знают этого факта, а вы теперь будете знать. И поможет нам во всем разобраться лицензированный гид Валентина. Всем привет, меня зовут Валентина, и сегодня мы с вами попробуем прогуляться по тому району, где когда-то проживали евреи. Мы находимся на улице, которая называется Кайе-дель-Мар, и рядом с нами находится дворец. Дворец, который на реставрации. Дело в том, что здесь когда-то проживала известная семья Валериола. Дворец Валериола, он был построен в 16 веке. На самом деле, это еврейская семья, которая помогала королю Арагона Хайме I отвоевать эту территорию от мусульман, и затем в качестве благодарности он выделил земли, где со временем появился дворец. Так вот, во время реставрационных работ было обнаружено, что во внутреннем дворе этого дворца располагалась главная синагога еврейского района. Сам еврейский район начинается именно в этой части. В этой части, где находится перекресток улицы Кайе-дель-Мар и улица Авиянос. И вот там как раз в этой части первоначально проживало несколько еврейских семей, а затем, когда в 1238 году сюда приходит король Арагона Хайме I, он издает указ и разрешает проживать евреям, продолжать проживать евреям уже в новом созданном королевстве. И кроме того, он приглашает евреев из других регионов тоже проживать в Валенсии. Находятся они непосредственно под покровительством короля. И, как правило, в новых завоеванных территориях, как мусульмане, так и евреи, они платили налоги. Но в данном случае налоги евреи платили непосредственно королю. То есть они находились под его покровительством и уже зависело от взаимоотношений короля с еврейскими семьями. Поэтому в этом плане всегда евреи были здесь на счету. И все виды деятельности, которыми они занимались, они находились под покровительством короля и, естественно, их приближенным. Поэтому первоначально по архивным документам в Валенсии проживало около двух тысяч евреев. Затем, со временем, уже к концу XIII века, их количество увеличилось. И появился, можно так сказать, непосредственно целый еврейский район, который со временем стал все больше и больше расширяться. Но христиане, которые проживали здесь, они также, в принципе, были не всегда довольны тем, что на территории Валенсии могли проживать другие культуры. Поэтому они стали требовать, чтобы, во-первых, ограничили территорию этого района, то есть построили дополнительно крепостные стены. И вот здесь, как раз на пересечении этих двух улиц, был вход в еврейский район. Полилина, расскажите, пожалуйста, про эту улицу. Какая красивая, здесь много туристов всегда. Возможно, она тоже имеет какое-то отношение к еврейской истории? Абсолютно верно. Мы находимся с вами как раз на пересечении двух улиц. Да, это улица Кае-дель-Мар, по которой мы с вами прогулялись, и улица, на которой находится терраса этой ар-4, называется Кае-Луис Бибес. Луис Бибес – это человек, который проживал в Валенсии и проживал как раз в одной из частей еврейского района. Я уже говорила, что первоначально еврейский район располагался как раз именно в этой зоне, но затем уже к 14 веку произошло расширение еврейского района. И проживал Луис Бибес как раз недалеко отсюда. Чуть дальше мы с найдем, поищем дом, где же, возможно, проживал Луис Бибес. Кто же такой Луис Бибес? Луис Бибес был как раз сыном уже обращенного в христианство еврея Хуана Луис Бибеса, и в свое время он стал одним из известных гуманистов эпохи Возрождения. Чуфа. Пробую. Это, конечно, не глаз какой-нибудь акулы, как в передачах. Пробую. Как орех. Конечно, но у него действительно вкус ореха, хотя на самом деле чуфа она растет как картошка. То есть чуфа это клубни. Интересно, не знала. И единственная зона, где она произрастает, это как раз вот район Аль-Барае, пригород Валенсии. Там как раз в основном занимаются именно выращиванием чуфа. Ну а уже в дальнейшем она проходит небольшую обработку, да, то есть в основном это сушка. И уже затем из нее изготавливают вот такой вот прекрасный напиток, предварительно ее замачивая в воде, а затем перемалываем полностью, да, целиком вместе с кожурой, и получается концентрат золотистого цвета. А уже затем в него добавляют воду и сахар по вкусу. Хотя, на самом деле, я думаю, почувствовали, что чуфа достаточно сладкая. Да, да, да. В принципе, нет необходимости добавлять сахар. Ну, как все хотят послаще, да, в основном, на самом деле, действительно стала популярна именно чуфа с сахаром. Хотя сейчас очень многие производители, наоборот, возвращаются и готовят чуфу уже без включения в нее сахара. Можно заказать в разных вариациях, в том числе гранитада, то есть это такое с добавлением, вернее, не с добавлением, да, а ее же замораживают и разбивают такими ножами острыми. Советно верно. Да, и получается такая ледяная орчата. Конечно. Очень вкусная, освежая. Очень вкусная и приятно утоляет жажду, да, как раз в жаркий валентийский день. Мы прошли с вами через улицу Кае-дель-Мар, перешли через улицу Кае-де-Ля-Пас и здесь сейчас находимся на небольшой площади. Дело в том, что сам еврейский район со временем разрастался. Сначала он представлял собой несколько жилых кварталов, где располагалось 95 домов, в которых проживали евреи, а затем со временем, в середине XIV века, произошло расширение. И вот здесь, на этой площади, находился небольшой рыночек, продовольственный рынок, где свои продукты выставляли евреи. Дело в том, что евреев точно также ограничивали, как и другие культуры, и они могли проживать и заниматься своим видом деятельности только в своем районе, но при этом им никто не запрещал торговать с христианами и мусульманами, которые также проживали на территории Валенсии. Мы прогуливаемся по улице Кае-де-Ля-Пас и на самом деле первоначально эта улица представляла так называемый Ацукат, улица без выхода, но совершенствуют ее в конце XIX века и продлевают. Таким образом появляется одна из самых красивых улиц города Валенсии, которая в свое время тоже входила в состав еврейского района. Друзья, обратите внимание на здание позади меня. Многие годы здесь был магазин с музыкальными инструментами. Мне кажется, такой кладезь для людей с талантами, где люди приходили обогатиться культурно. Ну, в общем, это все продали и сдали в аренду, либо совсем продали под китайский ширпотреб алле-оп. Очень жалко, что в нашем мире люди все больше уделяют внимание и готовы больше тратить деньги на вот такую мелочевку, где просто дешевые быстрые эмоции и не хотят вкладывать деньги и усилия в глубокие таланты. Мы находимся с вами на площади, которая называется площадь Маргарита Вальдаура. И, на самом деле, Маргарита Вальдаура была женой Хуана Луис Бибес, тоже еврея, который проживал в этом районе. И, возможно, именно здесь, где находится этот памятник, располагался дом, где проживала его семья. Семья Луиса Бибеса – это были евреи, обращенные в христианство. Луис Бибес, на самом деле, родился в 1492 году. Это был тот самый период, когда появляется указ об изгнании евреев из Испании. И для того, чтобы уберечь своего сына, родители его вывозят в Брюге. В возрасте 17 лет он выезжает из Валенсии в Брюге и больше в Валенсию он не возвращался. Именно в Брюге он знакомится со своей женой, которая тоже была из еврейской семьи и проживала первоначально на территории Валенсии. А по какой причине евреев изгоняли из Испании? Ну, на самом деле, причин было несколько. Одна из главных причин – это была идея как раз Изабелла Католическая, которая считала, что единственная вера, которая может существовать на территории Испании – это католицизм. И поэтому все остальные вероисповедания, все остальные культуры здесь существовать уже больше не могли. А так как, как правило, и мусульмане, и евреи, которые проживали на христианских территориях, они принимали христианство, но продолжали в своих районах исповедовать свою религию, свое вероисповедание. Да, поэтому, естественно, было большое количество подозрений. И поэтому как раз вот уже общим указом, королевским указом в 1492 году начинается изгнание евреев. Причем, отец Луиса Бибеса, к сожалению, был в итоге сожжен на костре. Для того, чтобы не избежать этой участи, Луиса Бибеса, молодого, в возрасте 17 лет, вывозят с территории Испании. Друзья, я задаю вопросы за вас. Поэтому, если у вас есть непонятные моменты или вы хотели узнать что-то еще, пишите в комментариях, я обязательно задам Валентине и другим нашим гостям. Я считаю, что Валентина действительно на моем опыте самый профессиональный и интересный гид, которого я видела в Испании. И очень рада, что она согласилась помочь мне ответить на все мои «почему? Почему? А как?». Действительно, на самом деле, есть большое количество версий и вопросов, которые задают до сегодняшнего дня, почему же был издан указ об изгнании евреев. Я уже говорила ранее о том, что евреи, которые проживали на территории Валентии, не только на территории королевства Валентии, они находились под покровительством королей. И они платили налог именно королю. В свою очередь, точно так же они давали и взаймы тоже королям и их приближенным. И поэтому был определенный период, когда действительно все военные походы и различные исследования тех же мореплавателей финансировала именно еврейская община. Поэтому, когда приходил момент о возвращении денег, а деньги евреи давались процентами, приходилось их возвращать. Поэтому одна из причин как раз вот невозврата денег был простой указ об изгнании евреев в территории Испании. Друзья, как думаете на такую политику партии? Все гениальное просто, да, заняли, выгнали, никому не должны. Вообще, бедные люди. В свое время здесь, как раз начиная с середины 14 века, появляется так называемая новая худерея или новый еврейский район. А после того, как евреев выгоняют из Испании, выгоняют из Валенсии, со временем этот район превращается в один из самых богатых районов. Возможно, это связано с тем, что люди, которые проживали здесь, занимались коммерцией, занимались бизнесом, да, и вкладывали деньги в развитие королевства Валенсии. В этом районе, помимо престижных дорогих магазинов, вы найдете интересные рестораны с эксклюзивным меню. Мы находимся на территории университета Валенсии, и здесь вот рядышком небольшая статуя, где мы видим с вами надпись «Охито Луиски садимус дон де Вибес». Будь внимательным, Луис, мы знаем, где ты живешь. И что хотели сказать этим? Ну, фамилия как раз вот Луиса, да, это Бибес, то есть Бибес от слова Бибир, поэтому как раз вот такая вот фраза, связанная с небольшой шуткой про Луиса Бибеса. Это здание университета Валенсии, которое открывается здесь в 1499 году, конец 15 века, золотой век Валенсии, и открывается первый государственный университет. На сегодняшний день это здание представляет собой культурный центр, где проходят выставки, конференции, различные концерты, да, различные мероприятия. Ну, а университет Валенсии, он продолжает существовать. Единственное, что его факультеты находятся уже в районе проспекта Бласка-Иванец. Да, ну, а это прекрасное здание, мы можем с вами обратить внимание на медальоны, которые здесь мы видим. И на этих медальонах те самые первые студенты этого университета. Обратите внимание, да, это был мужской, конечно же, университет, да, потому что в те времена можно бы получать образование могли только мужчины. Женщины были домохозяйками. А во-вторых, конечно же, это были люди, опять же, привилегированные для, да, в основном это были дети как раз вот времена элиты, валенцийской элиты. Но, тем не менее, это была возможность все-таки получить образование бесплатно и продолжать свою карьеру. И здесь стоит обратить внимание еще раз на монумент Луиса Бивиса, потому что Луис Бивиса в свое время стал один из важных философов, педагогов эпохи Возрождения. Именно он, несмотря на то, что он был евреем, обращенным в христианство, разработал план образования для детей. И одно из главных его направлений было как раз обращать внимание на образование, на индивидуальные качества ребенка. То есть он считал, что не стоит обращать внимание на религию, не стоит обращать внимание на теологию, да, а стоит обращать внимание на индивидуальные качества каждого ребенка. В этом была уникальность, это была, конечно же, новинка для того периода. И написал он, конечно же, большое количество работ, но и, кроме того, одной из важных работ его периода это была также программа, образовательная программа женщин, о чем тогда на тот момент могли только мечтать, наверное, женщины. А где общались женщины, если здесь нельзя было? Ну, были специально, благодаря ему появляются первые ремесленнические школы, то есть это не было университетом, но это были первые школы, где они могли получить какое-то первоначальное образование для уже дальнейшей своей реализации. Благодаря тому, что мы сейчас работаем, развиваем свою карьеру, можно сказать спасибо в том числе и Луису Биберу, потому что он действительно был одним из современников, я бы сказала. Спасибо, Луис. Мне очень нравится моя активная жизнь. Здесь, буквально у нас под ногами, мы видим с вами часть мусульманской крепостной стены, которая была построена в XI веке и ее разрушение начинается только к середине XIV века, но а в свое время как раз именно здесь, в этой части города, заканчивался еврейский район. По сути, была граница. Если вы обратите внимание, то здесь, где находится эта улица, в свое время проходила крепостная мусульманская стена, которая была построена в XI веке. Существовала она здесь вплоть до середины XIV века, до того момента, когда начинается расширение еврейского района. И, по сути, можно сказать, что как раз еврейский район заканчивался в этой части города. Если вы будете договариваться о встрече в Валенсии, и вам скажут quedamos en las ruinas, это значит, что нужно прийти на метро Colón. Здесь вы увидите такие руины. Я знала это выражение, но никогда не знала руины от чего, после чего. Валентина, я знаю точно, ты меня просветишь. Но дело в том, что, на самом деле, мы находимся с вами возле улицы Colón. А в свое время, до конца XIX века, здесь по этой улице проходила крепостная стена. Именно в этой части был один из входов в крепостную Валенсию. Назывался этот вход Хесус. И дело в том, что когда в 50-е годы начинается строительство метро Colón, то здесь обнаруживают еврейское кладбище. Поэтому со временем все те могилы, которые были обнаружены, первоначально их вывезли в Барселону, потому что на тот момент в Валенсии не существовало еврейского кладбища. Но в итоге еврейская община, небольшая община, которая есть на сегодняшний день в Валенсии, она добилась того, чтобы все-таки тех людей, которые проживали здесь и были захоронены на этой территории, они были возвращены в Валенсию. В итоге в Валенсии открылось еврейское кладбище. Но и со временем, действительно, были обнаружены как раз те элементы крепостных стен, которые когда-то здесь существовали. Поэтому молодежь, когда встречается, хочет встретиться в Валенсии именно в этом месте, они и так и говорят «Hedamos en las ruinas». Спасибо большое! Друзья, если у вас возникли вопросы о еврейском квартале, обязательно задавайте в комментариях, возможно выйдет даже вторая часть. А то некоторые говорят «Что там смотреть еврейский квартал? Ого-го, есть чего посмотреть!» На вторую серию напрашивается. Друзья, как вы уже поняли, это один из лучших и самых дорогих районов в городе Валенсия. Стоимость недвижимости в среднем 3000 евро за квадратный метр. И особенность квартир в этом районе в том, что они довольно большие, много спарен, высокие потолки, потому что это старый жилой фонд. Инвесторы. Слушайте, вот не знаю я. Насчет инвесторов я не знаю. Сейчас, по-моему, сложности с получением туристических лицензий, поэтому там какой-то закон даже выдали, что в историческом центре не выдавать. Но я знаю, что вот несколько лет назад у меня приезжала семья из Австрии, и они как раз останавливались вот в одном из домов недалеко от этой площади. Они были в восторге, потому что как раз искали, там было 5 спален, 3 ванные комнаты, с вероятными большими окнами. Ну, как бы вот шум, например, и какого-то из комфорта они не почувствовали. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь. В одном из видео мы как раз-таки поговорим про туристическую лицензию. Это очень важно, если вы планируете покупку недвижимости с целью инвестиций, то есть с последующей сдачей в аренду. Мы приготовили для вас подарок. Всем зрителям нашего канала HowToSpain по промо-коду HowToSpain предоставляется скидка 10%. Сторговались, сдружились, пока ходили. Мне кажется, супер возможность. У Валентины есть как групповые экскурсии, так и индивидуальные. И могу искренне рекомендовать, потому что я тоже часто прихожу на экскурсии, чтобы познавать Валенцию. И мы здесь живем, и я только сегодня узнала, например, что в университет можно войти, и что это вообще не университет, кстати, а культурный центр. И там еще внутри есть кафе. Поэтому без гида просто не обойтись. Вам нужно обязательно познакомиться ближе с Валентиной. И мы хотим сделать рубрику с обзором интересных мест, достопримечательностей города, где Валентина будет вам рассказывать об этих местах. Если вы поддерживаете нашу идею, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях ваши слова положительного напутствия. Спасибо вам за эту небольшую прогулку. Мне было очень приятно показать Виктории этот прекрасный район, показать свою любимую Валенцию. И следуйте за нами, узнавайте секреты Валенсии. Пока-пока! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok